Мир вам! Мир дома всему! Обедаешь? Выбираюсь только. Один? Один, пока. Мы, батюшка, пришли, простите с тобой. Ты уезжаешь когда? Ну я в субботу отслужу, после службы еду сразу в город. То есть службу здесь будешь служить? Ну, Рождество Богородицы, да. Ага, только Рождество. И ты сразу уезжаешь в Барнобул? Ну да. И сразу уезжаешь уже в поездку? Нет. А как? Сюда вернешься? Ну конечно. А когда у тебя поездка начнется? 27-го. В 27-го отведешь в престольный праздник? Конечно. Значит, то поездка у тебя назначена, это уже определенно, неотступно. Да. Я один раз уже говорил, батюшка, о том, что я вот исчезну и даже никто не заметит, потому что я остаюсь. Но если ты исчезнешь, то изменится очень многое. Да. Когда погиб Баварин, я пришел к паркурору края Баварину, мэр Барнаула. И говорили себе, а он сидел вот так, они близкие друзья, и говорит, что он сделал? Гнал куда? Какие-то там игры эти. Он вообще не нужен там был. На нем столько и сел. Он не имел права так рисковать с собой. Я, говорит, ты еще ездил, смотрел там, как он разбился-то. Вот мы пришли к тебе сказать, батюшка, ты подвергаешь себя большой опасности. Да. Батюшка, ты пока отложи это все. Ну говорите, я занимаюсь делом. Ну что вы хотите? Мы попросим тебя, уволяем. Ну что вы хотите? Пасировать или что буду? Да. Чтобы дыр не ездил. Опасностей много. Сделайте железный ящик, у меня ящик железный посадили. Ну не езди, опасно. Пересадьте. Сегодня передали опять. Ну ты прислушайся к нам. Что не надо? Не ездить? Я, знаешь, все день буду... Ну это порыбай, посиди там, штаб, все гребы собирать. Ага. Что вы? Ну ты понимаешь, что это... Если я не ездил, вам бы негде было остановиться, негде было... Понятно, ну ты уже ездил. Теперь ты уже еще десятки раз там был. Ну, десятки раз. Ну, не ездить. Что вы? Не надо этого делать. Не надо, не говорите это. Начинайте, сейчас будете уже предсказывать. А, ты поедешь, там тебя, говорят, в бурке... Да ничего мы не говорим. Опасно. Опасно. Везде опасно. На тебя нападал даже грабитель в вагоне. Ну, нападал. Грабитель. Ты дома... Грабители здесь нападают. Что вы какой-то... Ведь нужды-то не нужды нет. Ты это все видел. Серафима ты уже видел. Ну, нужды нет. У Сергия Раднерского был. Есть нужды. У отца Яна был. Ну... Ты мысленно представь, у тебя нет сегодня. Ну еще. Так же и жить будет. Какой-то приступ там, тем более сердце болеет. Еще вот, ты прикинь, как мы тут будем? Как мы будем? Незаменимых нет никого. А? Незаменимых нет никого. Ну это понятно. Ну все-таки это надо помнить-то. Я тебе говорю, что... Я и помню. Прокурор говорит, что он право именно рисковать так собой. Ты каждый раз приезжаешь и говоришь, о, побыл я. Лучше нашего ничего нет. Ну, правильно. Еще нет. Так это каждый год одно и то же видишь. Одно и то же. Мы каждый день делаем одно и то же. Я вчера делал вот это же, и сегодня делаю то же самое. Мы были в Шадринске у этого, отца Владимира Карелина-то. Я ему говорю, вот такая машина большая. Я говорю, как используется-то? Ну как используется-то? Я говорю, ну я знаю, как матушку-красавицу возишь в гости, в храм подъехал. А от храма-то живет там пять минут ходьбы. Ну а вы же тоже машину имеете? Я говорю, ничего себе. Сравнил. Нашу машину и твою. Мы на машине то едем, для чего она приобретена? Для дела Божия. А так просто поехать и опасно лучше. Везде опасно. Тем более у нас апостол Павел тоже заботился, как братья живут. Тут она не была связана. Мы крышу делаем опасно, но делать надо. Понятно, это надо. Ехать-то нет, какой надобности в этом нет. Совсем даже. Ну ты считаешь, что нет надобности. Я считаю, что мне есть надобность, мне есть. Вы по себе судите. А почему не посоветовать? Вот я ехать сейчас. Что посоветовать? Мы советуемся. Всю неделю об этом молимся. Видите, поехать до родителей. Тут рядом. Совсем. В Белевку. В Балтайском крае. Ехать-не ехать. Брать-не брать машину. Какие данные для этого? Она для благовестия. Он говорит, ну там нужно вот то-то-то-то. Виктор Ерис, батюшка, мне нужно картошку родителям. Какой здесь совет? Я говорю, в области ехать. Что совет? Помочь родителям или не помочь? Советую. Не об этом я считаю. Машину брать-не брать. Машина взятая для благовестия. Ну так используйте ее, как вы его назовете. Вот мы и думаем, ехать-не ехать. Говорят, соберутся люди. Надо теперь точно знать, соберутся-не соберутся. Но мы же советуемся. Почему с нами не посоветуемся? А ты бы этот вопрос вынес на собрание и сказал, я думаю вот ехать. Правда, я не раз уже был, я вам рассказывал. Стоит ли мне это ехать-то? Мне вот в Америку ехать я во всех университетах, в милиции, везде совет поднимал. И все давали определенный совет. Я находил не ехать. Но Зоя Крахманникова победила всех одним предложением. Но это был один раз в жизни у тебя, когда ты посоветовался и послушал советы. Один раз? Ну. У меня без совета вообще ни одного раза в жизни не было, чтобы я не советовался. Даже не было. Вот они, знаю, даже самое маленькое что-то. Конуру передвинуть собаке. Я сначала держу совет с братьями. О, ле-ле-ле. Чего бы ни делалось, мы всегда понимаем. Сегодня тема такая. Сегодня совет будет. Сегодня Игорю вчера звонили по нашим заявлениям. Нужен совет, что если люди, принимать как, куда принимать? Мы говорили куда, в пустые домах какие. Ни один дом пустой, не готовый для жительства. Ни одна печка не топится нигде. Все сделаем в один день. Пешка, чего она не топится? Дрова положи и горит. Чего она не топится-то? Сходите, затопите Горбуновский и Малютинский. Но если приедут люди, я пешник. Вопрос вообще не стоит никак. Я бился два дня. Ни там, ни там не мог затопить. Надо еле лезть на крышу, на трубу. Лезть опасно. Мне надо советоваться. Лезть или не лезть, и мне полезть. Люди приехали. Когда люди приехали, мы начинаем делать. А раз никто не живет, никто и трубу не делает. Никто. Ее подмыло там. Вчера сказал. Значит, сегодня Игорь говорит, нужно посоветовать. Что делать? Ему звонили вчера. Звонил человек. Сколько вы можете принять? Вот. Мы об этом говорили. Придется, Игорь, потесниться в домах. Комнаты пустые стоят. Дети-то и разъехали. Согласен? Согласен. И по порядку каждого. Второй этаж пустой, Андрей. Согласен. Это Люба может принять? Договорились все. Твой дом сейчас у матушки топится. Дым идет из трубы. Дом пустой совершенно. Притом надо хозяина. Как это негде принять-то? Ну, принять-то не на один день, не на одну неделю принять-то. Принять-то постоянно. Принять на зиму. А весной-то он начнет строиться. Начнет строиться. Теперь кто едет? Как? Говорим мы, Андрей. А приедут у тебя дома они? Приедут такие, что через неделю сам бросишь дом все. Вот тут и нужно, чтобы не выезжал. Вот тут и нужно. Потому что ты прозрительность имеешь, и ты сразу начнешь беседовать, определять. Прозрительность. Прозрительность. Человек, когда приехал оттуда, за тысячи километров едет. Значит, надо как? Что-то предупредить его, чтобы какой он есть. Да, знали. Ну вот. Это мы здесь объявления, чтобы приехал, допустим, Николай, там, ага, посмотрел, все, смотрел, поговорил с жителями. Этот не приедет оттуда смотреть и говорить с жителями. Потому что ехать пять суток поездом ехать. Он должен позвонить сначала, а же говорили. Ну позвонил он. Все данные свои выдать без обмана. На первом месте, что не лжет. Первое правило, что говорит о себе всю правду. Это очень трудно определить. Не трудно это запечататься, никого не надо. Отличься от мира. Правду или неправду, говорит. Правда или неправду, теперь не проверяется. Как это сделать лучше? А вот ты и нужен здесь. Я говорю, что запечататься. Ну хорошо, ты уедешь с тобой. Да я уезжаю же не на год. Ну что вы пристали? Вот ты уезжаешь. Вот понимаешь, я вот двадцать лет. Это каждый год. Это каждый год. Ты говоришь, что не советуй все. Я совет-то уже знаю, и твой ответ заранее. Что ты не ездишь никуда. А почему мы говорим не ездить о тебе? Почему? Причина такая. А причина такая. Ты говоришь, вот я поехал, у меня там собираются люди, сотни людей, там собираются беседы. А ты поехал, у тебя такие беседы. Я говорю, нет, у меня таких сборищ нет. А раз нет, тебе ехать незачем. Не, ну одно и то же. К одним и тем же людям каждый год. Я вот к чему, на край света едете, там Петр, здесь Иван, там все кончилось. Каждый год еще одно и то же повторяется-то. Вы поездите к другим, к Петру, к Николаю какому-нибудь, да? К разным людям? Нет, ну все-таки такой, но через весь, говорится, полстраны проезжать и цели-то никакой нет, кроме посещения, отдохнуть и просто посещения людей, которые знают все. Мы-то и говорим, полюби к тебе, полюби к делу. А вы полюби, вы даже знаете, что мое уже отношение к этому настрою. А вы даже по любви, вы даже и так как-то бы, даже не знаете, что нет. И пошли, ты езжай. Мне больше, больше сердечно, чтобы вот это вы сделали. Сон какой видел? Сон какой видел? Сон какой видел сейчас? Ну зачем мне сон рассказывать? Я тебе скажу, какой сон. Что есть, сколько людей в разных помещениях разъезжаются. И я вижу по лицам, что они не близкие друг к другу. Я в угол уткнулся во сне и молюсь, Господи, ну почему это? И вдруг с неба прозвучал голос, недостаток любви, два слова. Я до утра во сне проплакал, пять раз на ночь так уставал. У меня во сне это есть, а не наяву только. Как это пророчество начинается, батюшки, недостаток любви. Недостаток любви. Я так и ахнул. Причина-то, говорит, одна. А люди, притом нашего, ни одного не было среди этих, которые были. Совершенно чужие люди. И они почему-то оказались здесь рядом. И я вижу, они как бы вместе были и теперь разъезжаются. Ну ладно, все, идите. Отдыхайте, братья. Заниматься надо. У вас еще один ролик есть? Давайте. Давай. Ой, я вижу.